Юноши и девушки из учебных учреждений Московской области встретились в Одинцовском филиале МГИМО, чтобы попробовать себя в роли дипломата, а самое главное – правильно выстраивать свою аргументацию, используя язык организации объединенных наций. Модель ООН – это довольно обширное мероприятие, которое позволяет более глубже раскрыть свои навыки, опробовать себя в новые роли и также пообщаться с новыми людьми. Каждый делегат отстаивает точку зрения, выбранной им в рамках игры страны, опираясь на историю, культуру и политические взгляды. При этом важно учитывать подходы разных государств и правильно принимать решения, которые бы устраивали всех. Фактически ребята, девушки, которые будут участвовать в нем, они будут учиться, как на деле, научиться договариваться. Причем в данном случае не в двустороннем формате. Всегда можно, как говорится, тет-а-тет, договориться друг с другом, а в данном случае договариваться в многостороннем формате, когда нужно учитывать мнение нескольких десятков партнеров. На модели организации объединенных наций в деловой игре было представлено три комитета, где участники рассматривали разные вопросы и знакомились с международным правом. Это пятый комитет генеральной ассамблеи, который занимается финансовыми вопросами. Это совет безопасности, который занимается вопросами мира. И третий комитет – это предовольственная и литейская хозяйственная организация, ФАО. Студенты смогут понять, а действительно ли они хотят стать дипломатами, потому что работа на самом деле очень интересная, но и очень сложная. Потому что когда тебе поручено, как дипломату, отстоять позицию своей страны, и против тебя, грубо говоря, весь мир, то ты должен это сделать с честью и достоинством. И вот такого рода площадка как раз ребятам поможет ощутить, готовы ли они в будущем стать настоящими дипломатами и защитниками своего отечества, своей родины. Модель организации объединенных наций МГИМО прошла в Одинцове впервые. Конечным результатом ее работы станет получение трех решений от каждого комитета. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.